А сейчас я занимаюсь полностью ремонтом. Находится мебельный шоу-рум. Но это топ! Это просто вау! Так, ну что, доброе утро! Начинаем с вами новый влог. Я еду писать заявление, точнее, оформлять доверенность на нашего главного прораба. Это так называется? Я просто сейчас реально, как у меня помощница написала в инстаграме, школа ремонта. Вот серьезно, школа ремонта. Я ничего не соображаю в этом. Могу только определить там качество плитки или качество штукатурки или чего-то еще. И чтобы выглядело прилично. А сейчас я занимаюсь полностью ремонтом. Потому что если этим будет заниматься муж, то мы ремонт просто никогда не сделаем. Вот. В связи с нехваткой времени. У меня вот такой вот наборчик. Видите, мой любимый шот. Я вам постоянно его показываю. Раньше он показывал смузи, сейчас показываю шоты. Так, мои любимые охранники. 100 человек. Которые сейчас не будут меня пускать. Так, ну что, все. Я отдала доверенность прорабу. Все, я могу быть свободна на сегодня. Но на самом деле для меня пока что загадка, как я это все успею. Потому что мне нужно помимо вот обычных дел, которые у меня всегда были, еще учеба, да, прибавилось. И прибавилось еще ремонт. Ремонт это просто трэш. Я понимаю, что, слава богу, есть там люди, которые это контролируют. Мне не нужно постоянно там ездить, что выбирают. Точнее, что-то контролируют. Выбирать мне нужно. Позже вы уже поймете, о чем я говорю. Потому что будете ездить со мной, я вас буду брать с собой. А снимать там уже не как раньше, когда я просто зашла, чтобы смотрела, мне уже нужно целенаправленно выбирать, заказывать то, что вы сами понимаете. С нынешней обстановкой все в плане логистики гораздо сложнее стало. Поэтому для меня на самом деле тоже сюрприз, как это все будет происходить. Я сама пока что не знаю. Сейчас я, получается, отдала прорабу доверенности. Он же сам будет оформлять на все машины грузовые, которые будут приезжать, разгрузки и все. Он этим будет заниматься. То есть это как раз о том, что я говорила. Есть люди, которые уже взяли на себя ответственность, которые будут этим всем заниматься. Если бы я вообще в целом этим всем сама занималась, то есть и разгрузками, и чем-то там еще, я просто нашла бы с ума. Это реально у меня был бы нервный тик. Меня только вовремя все заказывать, вовремя все выбирать. Смотреть просто, чтобы качество выполнения работы было хорошее. С этим я справлюсь. И что еще? Отвечать на какие-то вопросы про раба главного. Все, в принципе, буду уже там вам все показывать, поэтому я надеюсь, вам эта тема интересна. Но я делала несколько раз обросы, и у меня был очень крутой отклиф, поэтому я думаю, что вам это интересно так же, как и мне. Я сейчас буду выезжать, выдвигаться на Патрике, чтобы что-то поесть. Просто я здесь прям очень рядом, у меня там буквально 10 минут езды. Вот, и все. Я надеюсь, что на сегодня это будет все. А нет, я еще сегодня вечером пойду, у меня, видите, сломался один ноготь, очень сильный. Я вообще не знаю, что с ними делать. Вы знаете, что я люблю длинные ногти, и мне очень жалко их срезать, поэтому я хочу его реанимировать, хотя три раза мне его заклеивали, или что-то там делали, и он все равно отваливается. Короче, я не знаю, что с ним делать. Ну, в общем, да, вот я сейчас поеду поем, потом поеду, сделаю ноготь, и все, я уже просто без сил. Я вот так все дни мои проход, я просто не замечаю, как прошел день, потому что я вроде только встала, потом оп, и 7 вечера. Я в который раз убеждаюсь, что на патриках люди, которые на патриках, они не работают, у них нет никаких дел, потому что здесь, ну, никогда нет парковки, я не знаю, где вставать. Я уже в десятый круг еду, у меня просто стресс. Так, ну что, можете меня поздравить, во-первых, с первым, с данным экзаменом в новом универе, это было реально сложно, честно. А во-вторых, у нас в новом доме уже открылась пекарня Буханка. Она, кстати, нормальная, и кофе в ней тоже ок, мне нравится. И я вам хотела сказать, что только началась стройка, ремонт, и у меня уже задают нервы, потому что это трэш. Я вот сейчас сижу, жду строителей, потому что там уже какие-то вопросы, нужно ехать выбирать сантехнику, все, короче, очень много, на самом деле, вопросиков ко всему, что касается ремонта. Это, ну, в общем, трэш, ребят, честно. Я не знаю. Почему вот нельзя просто взять и заехать в готовую квартиру, вот объясните мне. А я не знаю, честно. Это трэш. Мы сегодня рожали, потому что вся группа моя оделась в черную одежду, мы сдавали хирургические болезни. Это, на самом деле, был сложный экзамен, правда. Но преподавательский состав, вот честно, я очень рада, что я перевелась, потому что я, во-первых, это другой уровень, честно, другой уровень, совершенно другой уровень преподавания, преподавательского состава и, ну, вообще по-другому все. И плюс еще, я очень рада, потому что я контактирую с такими крутыми врачами, вы просто не представляете, реально врачи, которые там по 30 операций делают, они просто спасают миллионы жизней, и у них огромный, огромный, просто громадный опыт, и они вот такие вот, честно, я прям воодушевлена. Перехожу. А я вам хотела еще раз сказать, что мне очень нравится Кайля, очень. Я вот, не знаю, давно не было каких-то карандашей, которые могут заменить Vivienne Sabo. Честно говоря, это странно звучит, и звучит, потому что Vivienne Sabo у меня тоже есть, видите, в каком состоянии, но я всегда пользовалась Vivienne Sabo до тех пор, пока не нашла Кайли. Честно, я не знала, я взяла на бум просто, типа, надо попробовать. Но это топ, это просто вау. Я вообще не изменяю этому карандашу и вот этому, вот этой помаде. То есть я делаю контур карандашом и закрашиваю помадой. Я всем советую купить вот этот вот дабл кит, это называется. Очень, очень классно, правда, я себе заеду, куплю еще обязательно, потому что у меня стресс реально понимаю, что это лучшее пока что то, что я использовала на своих губах. Теперь переходим к ремонту. У меня, как я уже сказала, реально стресс. Только начался ремонт. И сегодня, кстати говоря, завозят первые черновые материалы, там какую-то, я, честно говоря, не знаю, как это называется, я знаю, что скоро будут завозить туда уже шумоизоляцию. Мы делаем шумоизоляцию потолка и смежной стены с соседом и пола. Здесь шумоизоляция это очень такой вопрос, типа, нужно обязательно делать шумку, чтобы никто тебя не доревожил, потому что, знаете, реально, вот даже где мы сейчас живем, на съемной квартире в хорошем, крутом доме, то есть, ну, я это к тому сказала, чтобы вы поняли, что там живут не какие-то странные люди, там живут нормальные люди, которые не последние какие-то вообще, да, и занимают хорошие позиции, но суть в том, что они могут просто прийти и сказать, что вы шумите там, хотя мы вообще не шумели там, я не знаю, просто живем, и мы делаем шумку прежде всего для себя, чтобы вот такие соседки, соседи к нам не припирались ночью, знаете, там еще когда-то они говорили, что там, вот мой ребенок ходит им по голове, то есть, мне это не надо, потому что я знаю, что я очень не струсоустойчива к таким ситуациям, я начну сразу беситься, это будет капец. Поэтому мы делаем шумку прежде всего для себя, и шумим мы и потолок, и стену смежную, как я уже сказала, и пол, и вот я знаю, что шумку сейчас уже приедет на этой неделе, потом все-таки черновые материалы, там, типа, которые на начальном этапе, там, стяжка пола, что-то еще, уже вот буквально там через пару дней я смогу уже зайти на стройку и вам же там подснимать, показать, как там вообще все двигается, вот, но и вместе с этим реально наступает трэш, то, что-то я говорю, сантехнику, потому что наш дизайнер наделал спецификацию и у меня уже строительная контора, с которой мы заключили контракт, она у меня требует эту спецификацию, которой у меня нет, и сейчас мы поедем, это все дело, то есть понимаете, да, я сдала экзамен, сейчас я экстренно еду заниматься вопросами стройки, я приеду домой, лягу спать и в 7 утра мне снова ехать на экзамен, хотела сказать, на пару. Победа к клему, там, там, я вам даже могу сейчас... Смотрели, что мы только сейчас были. по стоимости вас зарядили, потому что на трансферии у вас вот такие раковины, а эти очень... А, они сами болтаются, это нормально, да. Точно. Потому что, например, у нас есть наш шкопьер, нанеситель, я смотрю, вот это, что он был на улице, вот это, и свет, конечно, вот это. Я вам просто могу сказать, что у вас, здесь у вас внутренняя часть, у вас. Я сейчас вернулась сюда, чтобы забрать свою машину, потому что я ее здесь оставляла. И хочу вам показать, какие красивые дома вечером. Я, честно говоря, там второй раз вижу вечером. Ребята, всем доброе утро. У меня сегодня на самом деле произошел трэш, то, что у меня начался новый цикл после экзамена, и я его проспала. Я, честно, не знаю, как это получилось. Похоже, у меня очень сильно переутомление было, потому что я вчера легла просто без сил, без ног, я не знаю, как это еще назвать, но мне было максимально плохо. Я не услышала два будильника, и я не услышала, как няня нам звонила в дверь. Короче, это просто капец. Я вообще не знаю, чисто случайно услышала, что няня нам звонит, и я открыла ей дверь, она стояла под дверью типа полчаса. Короче, я не знаю, это жопа. Реально, я не знаю, какими словами это еще назвать. Я проспала и никуда не поехала, но, может быть, это и к лучшему, потому что сейчас я выспалась, я более-менее полна сил. Кстати, у меня такой прикид, спортивный костюм, куртка и сумка. Вот. Так что, да, выдвигаюсь. Сейчас приедет сестра мужа, нужно ее встретить, а дальше, наверное, мы зайдем куда-то поесть. Вообще, у меня были грандиозные планы по поводу себя после экзаменов. Я так и думаю, сейчас я сдам экзамен, и мне нужно сходить на лазерную апелляцию, уже время подходит. Мне нужно там сделать маникюр, что-то еще переделать, да. В итоге, а на массаж лица я записала скип-лукинг к очень классному косметологу, но в итоге я поняла, что мне нужно какое-то время на восстановление, иначе я сойду с ума просто. У меня от стресса какие-то отекшие руки, типа, я намазываю их тонные крема, и они все равно обезвоженные, какие-то мерзкие, если вот так делаешь, то прям они ужасные, по ощущениям. это все из-за того, что недосыпы и прочее, поэтому это реально важно соблюдать режим дня, но у меня это не получается. Сейчас поеду расслаблюсь хотя бы полдня, отдохну. Ну, как вы понимаете, мы на Патриках. Мне кажется, по этой машине было понятное место, геолокация. Как вам такая машина? Артлист.io В смысле, а по ширине вот такой, жирненький такой, да, как змея? Мне очень повезло. Вот мой институт. И вот я стою, припарковалась на парковке, потому что обычно я вот этот проспект проезжаю раз пять туда-обратно, чтобы найти место парковочный, чтобы встать, потому что это просто нереально. Я просто счастлива, что мне удалось встать. Включение. Я после учебы поехала за сантехникой снова. Мне вообще ничего не понравилось, это просто жесть. Я вам сейчас, кстати говоря, следующий кадр будет в вертикальном положении, в вертикальном формате. Это то, что мне скинул строитель. Я вам покажу, что происходит у нас сейчас на объекте, в данный момент, вот прямо сейчас. Меня радует, что работают тут. Вот он мне, когда это видео скинул, у меня хотя бы, знаете, энтузиазм такой появился оттуда. Этого я просто из последних сил куда-то поехала. Ну, короче, капец. Так, ну что, я приехала выбирать унитазы, если вам интересно это. То это, конечно, трэш, потому что приходится из всего. То есть, понимаете, здесь и эконом-сегмент, и сразу стоит элитка какая-то. Вот этот мне понравился, итальянский, но он глянцевый. Нам нужен матовый. Короче, это очень сложно на самом деле. Я не думала, что это так сложно. И сейчас пойду смотреть. Вот такие вот кнопки. Это все нужно подбирать, то есть, понимаете, да, чтобы по цвету все подходило. Допустим, есть унитаз, который мне понравился. У него нет такой кнопки, которая мне нужна. и это очень сложно. Вот там стоит какой-то дурацкий душ, а здесь отличный унитаз. Доброе утро, новый день. Я приехала забирать свою машину из ТО, потому что у меня уже там горели колодки, что-то еще, масло. Вот. И поэтому сейчас я заберу свою машину и еду смотреть кухню. А этот день обещают быть очень интересным. И я беру вас с собой. Так, посмотрите, снова есть ситуация, когда я в белых кроссах и на улице вот такой шлак. Я просто победитель. Жесть. это полиформа тоже. на улице. Вот эта штука очень классная сейчас, типа, инновационная вещь, когда ты тут готовишь, и у тебя сразу здесь стройная вытяжка, типа, она включается и в себя засасывает все. Вот. Если вдруг я решу когда-то готовить. А я вообще хочу панель из двух таких штук. То есть всего лишь две комфорки или как это называется. Но вот эта хрень очень прикольная. Винный шкаф. Винный шкаф подходит под мои запросы в плане размера. Нет, но мне больше нравится горизонтальный. У нас кухня там горизонтальный запланирован, но клёво. Нет. Холодильник. Да. Холодильник вообще топ. Огромный. Вот такое же большое я хочу. И здесь смотри, какой качественный материал именно используется. А это морозилка отдельно. Класс. Топ. Берём. Стол у нас в проекте точно такой же, только белого цвета. Мне кажется, даже такой же. Проектирован такой же стол один в один, только белый. Он какой-то сверху из камня. Но это точно не мрамор, потому что мрамор, кстати, вот я раньше сама думала, что мрамор дороже какой-то керамики, но сейчас нет. Керамика на самом деле обгоняет даже в цене, потому что мы были в магазине мрамора натурального, и цены там ниже, чем на керамику. Мы очень удивились, но просто мрамор очень сложный в уходе, он впитывает абсолютно всё и становится ужасной через полгода использования. Я иду издалека, говорю, это похоже очень на кнопку YouTube. Издалека я подумала, что это кнопка YouTube, которую я себе визуализирую каждый день. Вот здесь такая штучка. Знаете, я вставлю сюда картинку и здесь такая галочка YouTube. Я издалека подумала, что это она. Ребята, всем доброе утро. А я сейчас без мейка спускаюсь на первый этаж, чтобы сделать укладку, потому что мне лень сама вытягивать волосы. просто это надо учитывать, что это кофейня и здесь такие авторские блюда, как в ресторане. Очень красиво и даже есть винишка. Кайф. На улице уже темень, как всегда у нас дождь. В последнее время дождь чуть ли не каждый день идет. Вот. А я подвигаюсь смотреть паркет. Только сейчас нашла на это время и, соответственно, беру вас с собой. Так, считаю паркет вот такой. Французская елка-раскладка. Это получается английская, но я выбрала вот такую. Вообще их здесь очень много и матовых, и разных глянцевых. Мы выбрали именно глянцевое покрытие. Оно очень... Вообще орех это очень мягкое дерево, максимально мягкое. То есть, если что-то упадет, здесь сразу будет видно. Поэтому мы будем делать фетровые накладки на все движущиеся предметы. И в детской мы заменили паркет на ковролин, потому что, соответственно, в детской комнате это максимально непрактично. Вот. А вот так выглядит матовый. Матовый просто так не играет, как глянец. Что скажете? Мне прям очень нравится. Доброе утро. Сегодня прекрасный день. и я сейчас поеду знаете куда? На квартиру первый раз в ЖУ смотреть ремонт. Я пока что ремонт наш видел только на фотографиях от прораба, который мне скидывает фотки. А сегодня мы поедем смотреть первый раз, и я вас беру с собой. Лайфхак. Меня научили, что чтобы вас не увезли, надо выкручивать вот так колеса. Вот что значит московские дороги, московские парковки. Знаете, уже всякие штуки начинаешь придумывать. Причем это вообще двор, то есть это дворовая парковка. Я тут никому не мешаю, но на всякий случай раздельственной полосы нет, поэтому приходится выкручиваться. Так, вот что тут у нас. Красота. Места гораздо больше стало, когда оспеклевали стены. А у нас потолок 300 может тратиться, а это уже не будет. А мы уже переместились в кофе-сюрф в соседний дом. Кстати, очень прикольная кафешка. Напишите обязательно мнение. Интересны вам такие фидбэки со стройки? Если вы скажете да, то я однозначно буду посещать нашу стройку больше и снимать больше. Но совсем скоро это самое интересное, потому что сейчас пока черновая отделка, а вот начнется, когда уже чистовая, тогда пойдут ягодки, как говорится. Самый интересный десерт. Смотрите, какие здесь прикольные ручки. Я сейчас очень сильно обращаю внимание на всякие детали. Конечно, это не домашняя ручка, но я имею в виду, что это очень креативно сделать такую ручку со скейтом в кофейне. Так, всем доброе утро. Оно у меня начинается с кофе, я сейчас решала экзаменационный тест и делаю свои обычные дела, то бишь ремонт. Сейчас я вам хочу показать, куда я поеду и что буду делать. Сейчас я поеду в шоурум Бока. Это шоурум, как я вам говорила, русского дизайнера, который делает все максимально качественно, максимально круто. Вот реально круто, даже не на что пожаловаться. И мы будем заказывать у него вот такие вот шторки. Мы сейчас решаем вопрос с дизайнером по шторам. То бишь у нас, видите, здесь висят шторы и висит такая вот как бы как железка. Это тоже как типа штора. такие жалюзи, которые туда-сюда вот так ездят по окну. Они очень стильно, очень смотрятся классно, знаете, как такой арт-объект даже. И мне нужно выяснить, сколько места займет вот в этой нише вот эти шторы вместе. То есть, чтобы дизайнер рассчитала, сколько закладывать под текстильные шторы и сколько вот под эти. Я сейчас поеду брать техническую часть на вот эту вот железку, которая будет выполнять функцию штор. Потому что вот эти шторы мы закрываем крайне редко. У нас не солнечная сторона и в принципе мы редко, когда пользуемся шторами, занавесок у меня дома не будет, потому что я их не люблю. У меня будут только шторы и вот эта железка. И, соответственно, вот эти шторы мы делаем типа как умный дом. На стене будет висеть кнопка. Из этой кнопки будут закрываться и открываться эти шторы текстильные именно. То есть, я буду подходить, нажимать на кнопку, эти шторы будут закрываться. И так будет во всех комнатах. В детской, в зале, ну вот в гостиной, да, в детской и у нас спальне. То есть, везде будут эти шторы управляться типа как с умного дома. Вот. Такие вот дела-делишки. Так, ну все. Смотрите, погода прямо сегодня шепчет. Там лань. Да, зоопарк. Сейчас я вам приближу. На самом деле их здесь очень много. Вон верблюд, например, тоже стоит. Их с утра покормили. Они сейчас довольны. Обычно, когда они голодные, начинают беситься, бегать по всей территории с голодухи. И вечером их опять кормят, они ложатся спать. Здесь тоже, видите, газончик такой, все ухожено. Листва начинают менять цвет. Кстати, я очень люблю, когда осенью. Вот, смотрите, уже, например. Прямо кайф. Вот. Ну, а я выдвигаюсь смотреть, как я вам уже сказала, вот эту железную штуку. И еще раз посмотрю диван, на котором мы остановились. Я вам говорила то, что мы будем выбирать диван из фирмы Polyform тоже. Но из-за того, что сейчас приходится выбирать наличие, дивана у них, который нам нужен, нет. Заказывать мы его боимся. Поэтому мы будем брать диван, скорее всего, фирмы Boco. Сейчас я еще раз его посмотрю. Так, все, я уже приехала в офисный центр. Здесь находится мебельный шоурум. Иду. Так, ну что, вот эти рольставни, которые двигаются туда-сюда. Это типа, как жалюя. Они вот так ездят по окну и загораживают от солнца и смотрятся как такой арт-объект. Очень классно. речь на перегородке Boco Stripe крепление идет к потолку. Обязательно нужно будет сделать закладную, минимальный размер закладной, это 15 сантиметров толщиной фанеры, к которой передвигаются речные перегородки. Это вот получается цвет детской кровати. Но он, кстати, на камере, конечно, намного ярче смотрится. А еще, говорите, в каком можно? Можно сделать в каком-то из этих трех цепут. Это более приглушенный или вообще такой? Вот это, кстати, еще мне нравится, желтый. Идет вот эта раскладка. Тиван в этом цвете. Угу. Вот он. Угу. Я уже вышла с магазина, взяла с собой. Мне дали вот такие вот штучки, как-то они называются, типа плоскуты, чтобы я посмотрела дома с мужем. А я стою, видите, на заправке, которая заправка самообслуживания. Здесь только 95-й, я понимаю, G-Drive заправляется, и там стоят, типа, как экраны. Вот там. И ты там выбираешь все, что тебе надо, прикладываешь карту, и все. Вот. Так что такая самостоятельная заправка. Первый раз я, кстати, на такой заехала. А знаете почему? Потому что я раньше не умела заправлять, именно открывать бак, вставлять пистолет. Да. Так, ну что, я уже возле наших домов стою, жду прораба, он должен подъехать, и мы пойдем наверх. И еще жду мужа, он тоже должен подъехать. Мы будем, как это правильно называется, делать разметку, где будут у нас стены. То есть сейчас же у нас квартира полностью без перегородок, там полностью единое пространство, и сейчас мы как раз таки будем заниматься тем, чтобы разделять комнаты. Вот, потому что наш дизайнер накосячил и неправильно посчитал, замерил размер стены. Как это он сделал, не спрашивайте, пожалуйста, потому что я сама не знаю. Так, покажу вам, что сейчас происходит. Селят второй слой мягкого, как это называется, мягкий асфальт, зеленый. Вот, это еще одна детская площадка, а там начинают делать сооружение, вот это черное, это навесной мост, он будет идти в парк, который сейчас строят вот здесь, и будет там свой пруд. Вот так. Вот, потом делаем гидроизоляцию, делаем шумоизоляцию, и потом уже запускаем инженера сюда. Нет, а где-то мы сделаем как мы делаем стандартный свой узел, им по марабану это судьба на ротации. То есть, по технологии, по любым способам. Все, мы спускаемся вниз, смотрите, боги маркетинга просто, на темные потолки берем, кому надо. Все, вышли, все решили, в итоге дизайнер у нас косякнул жестко. И вот, кстати, тоже, смотрите, вот тоже объявление. В общем, будем решать теперь это все. В следующий раз, наверное, приедем, уже у нас будут стены готовы. Хотела вам показать нашу дверь, вот здесь тоже нужно приложить карту, сенсорная кнопка, видите, она загорелась зеленым, и выходим, дверь с автодоводчиками, то бишь, закрывается она очень плавно и аккуратно. А вот здесь, смотрите, синим, синим сделали. Д�че сон, сень, и разожжем сон. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok